Когда Майкл нашел в лесу странного вида существо, отдаленно напоминающее обезьянку, он вознамерился срочно отправиться с ним к ветеринару. И напрасно, ведь скорее всего это было нечто иное, нежели дитя от джунглей, и не следовало ли оставить его на месте, там где оно и было найдено. Но все дело в том, что Майкл просто-напросто любил помогать попавшим в беду животным. Не раз спасал выпавших из гнезда птичек, потерявшихся собак, заблудившихся, если такой возможно, кошек. Однажды даже подобрал сбитого машины олененка. В этот же раз Майклу послышался легкий шорох в траве возле дерева, и показалось, что чья-то малая живая клетка взывает о помощи. Он остановился, прислушался. Прошло несколько секунд, и звук повторился. Хоть и не громкий, но он его расслышал. Что или кто это может быть здесь, в стороне от дороги, в чаще лесной, что за житель такой? Похоже на щенячий писк. Осторожно пробирая сквозь кустарник, он шел в направлении звука. В какой-то момент, когда плач прекратился, молодой человек как будто потерял ориентир. Остановившись, он сделал несколько шагов в обратную сторону и снова услышал его прямо у себя под ногами. На земле, на небольшой подушке из мха, лежало странное существо, похожее на маленькую белую обезьянку, глазки которой открылись еще не полностью. Майкл склонился над дрожащим тельцем, пытаясь понять, не ранено ли животное. Выглядело оно почти нормально, за исключением того, что находился вне какого бы то ни было семейного окружения и было сильно напугано. Но обезьянка ли это? Чем больше Майкл рассматривал это нечто, тем больше терялся в догадках. Вопросы множились, ответа ни одного. За то, что надо сделать, он знал определенно. Соорудив импровизированную переноску из дорожной сумки, он осторожно положил в нее найденыша. Теперь предстояло вернуться к машине, которую он оставил довольно далеко. Пока шел к ней, несколько раз проверял на месте ли обезьянка и торопился. По раскачивающимся верхушкам деревьев можно было понять, что собирается дождь, и не хотелось, чтобы малышка промокла или тем более простудилась. И чем чаще он поглядывал на животное, тем все больше сомневался, что оно обезьянка. Маленькая, очевидно, еще детеныш, потому и понять сложно. Проще всего было думать, что скорее всего из обезьян. Ничто другое в голову не приходило. А может животное родом не из нашей средней полосы местности? Обезьян в этом лесу вряд ли водится. И если оно не здешнее, то как оно вообще сюда попало? Как бы то ни было, Майкл собирался оказать ему любую помощь. Обезьянку, вероятно, взяли бы в приют, но сначала ее должен осмотреть ветеринар. Постепенно темнело. Добравшись до парковки, он с удивлением обнаружил, что парковка пуста. Там не было никого и ничего, в том числе и его машины. Майкл обошел стоянку еще раз. Вряд ли ее отбуксировали, поскольку он ничего не нарушил. Неожиданно под ногами хрустнуло. Битое стекло. Как он не заметил этого сразу, вот в чем дело. Кто-то разбил окно и угнал его автомобиль. На пустынной стоянке это было сделалось нетрудно. И как ему теперь вернуться в город? Лесной массив, где он нашел детеныша, был не очень известен и находился в стороне от проезжей части. Майкл решил позвонить сначала в полицию. Записав данные автомобиля, полицейские пообещали, что начнут ее искать. Но было понятно, что в ближайшее время машину он не увидит. А так хотелось поскорее добраться домой, чтобы оказать помощь обезьянке. И главное, как можно скорее попасть к ветеринару. Придется вызывать такси. Майкл открыл приложение Uber. Правда водителей, желающих ехать, не нашлось. Скорее всего, они опасались принимать заказы, приходящие из леса. Остается ловить попутку. К счастью, минут через десять из-за поворота показалась машина. Майкл поднял руку. Добрая женщина средних лет без долгих разговоров согласилась подбросить его до города. Майкл сел рядом и услышал, как с заднего сидения доносятся странные звуки. В затылок ему заинтересованно дышал большой лабрадор. Пытался обнюхать его таинственный сверток. Он был почти спокоен, и Майкл чуть приоткрыл сумку. Собака тут же начала рычать и скалиться. Майкл снова задумался, что же это за животное он нашел в лесу, почему такая реакция у собаки. Да, в первую очередь следовало распознать происхождение животного. Стараясь не привлекать внимание местной живности, особенно собак, Майкл сидел на диванчике в приемной ветклинике и прижмал к себе переноску со своим трофеем. Наконец, его позвали в кабинет. Он рассказал, где и как обнаружил зверька. Ветеринар, внимательно выслушав и что-то записав, попросил его подождать в приемной. Воспользовавшись минуткой, Майкл позвонил в полицию. Оказалось, машина уже найдена. Полицейские сразу обратили внимание на автомобиль с разбитым стеклом и остановили для проверки. Так что в ближайшее время он, скорее всего, получит свою машину обратно. В этот момент его похлопали по плечу. Это был ветеринар. «Я знаю, что вина не ваша», — сказал он, — «но не следовало приносить сюда это животное». Майкл похолодел. Ветеринар продолжал. Оказывается, детеныш был не вполне здоров, и врач с этим ничего пока не мог поделать, поскольку болезнь прогрессировала. К тому же зверушка представляла угрозу для других посетителей клиники. Врач объяснил, что у этого детеныша, который оказался белкой или тягой, опасный вирус. Если не начать бороться с заражением прямо сейчас, исход будет печальный. Услышав, что его обезьянка на самом деле белка или тяга, Майкл немало удивился. Значит, не зря он сомневался в принадлежности найденыша к числу приматов. Ветеринар настоял на том, чтобы идентифицированное животное на время карантина остало свет клиники, дабы предотвратить дальнейшее распространение вируса. К счастью для Майкла и персонала, на человека этот вирус не действует. Ветеринар обещал позаботиться о белке. С самого начала должно было быть ясно, что детенышу следовало остаться в лесу. Но для Майкла в тот момент бросить больного и слабого детеныша, какой бы животной разновидности он не принадлежал, было бы неприемлемо. Возможно, что именно из-за вируса малыша и оторгло его собственное белящее семейство. Майкл мысленно одобрил свою активность в попытке спасти его. Через неделю из ветклиники раздался звонок. Ему предложили приехать в больницу и побыстрее. Майкл беспокоился, у него было дурное предчувствие. Но ветеринар его встретил приветливый и пригласил в кабинет. Взглянув на него, врач задал неожиданный вопрос. Вы уже выбрали ему имя? Молодой человек растерялся. Имя? А зачем? На мгновение воцарилась тишина. Открылась соседняя дверь, появился ассистент с белкой в коробке. Врач объяснил, что зверька удалось вылечить и чувствует он себя вполне благополучно, но еще слаб, так что в дикой природе вряд ли сможет выжить. Врач задал Майкл прямой вопрос, возьмет ли он зверька домой. Молодой человек обрадовался, что у животного все хорошо, но не был уверен, что справится с его содержанием в домашних условиях. Однако, подумав секунду, со вздохом сказал, да, я его заберу. За три недели Майкл и его обезьянка стали лучшими друзьями. Они много времени проводили за играми. Зверек окреп. Однажды Майкл решил вынести его поиграть на улицу. И тут случилось неожиданное. Белка прыгнула на дерево, мгновенно взобралась по стволу и исчезла в кроне. Майкл прождал несколько часов, но Белка не вернулась. Теперь он не знал, что делать. Было грустно, что летяга ушла. А может быть она и вернулась бы, вдруг на нее напали. Спустя еще час Майкл махнул рукой и вернулся в дом. На следующий день он опять пришел к дереву и снова прождал несколько часов. Но когда Майкл поднялся, чтобы уйти, из ниоткуда прилетела Белка. Она просто спланировала с дерева ему на плечо. Майкл боялся пошевелиться и стоял не дыша. Он знал, что это его обезьянка. Она вернулась. Постояв немного, он осторожно направился к дому. Белка не убегала. Но Майкла мучила мысль. А точно она хотела вернуться домой? Не лучше ли ей остаться в дикой природе? Они вошли в дом и снова занялись играми. Но Майкл знал, что это последний раз, когда они вместе. Завтра он все-таки посадит Белку обратно на дерево. На следующее утро Майкл отнес ее к ближайшей сосне и попрощался со своей обезьянкой, пока она взбиралась по стволу. Наконец Белка исчезла из виду. Ну что ж, Майкл знал, что поступил правильно. Он часто гулял по лесу в вечернее время. Но теперь эти прогулки были связаны с желанием увидеть свою Белку еще раз. Однажды, когда он вернулся домой, то уловил в саду движение. На ветке сидела обезьянка. Присмотревшись, он понял, что она другая. Это была еще одна Белка-летяга. А потом с дерева спустилась и подбежала к нему и его любимица. Они хотели, чтобы Майкл позаботился о них обеих. Ну что ж, он открыл входную дверь и они сразу же вбежали в дом. Майкл сиял от радости, но на всякий случай решил посетить ветеринара, не было ли вируса у второй Белки. Из кабинета анализов пришли хорошие новости. Вируса не обнаружили. Но врач строго спросил, сможет ли он заботиться сразу о двух экзотических питомцах. Теперь Майкл без колебаний сказал да. И посадив их в просторную переноску, вернулся домой. С тех пор зверьки росли здоровыми и счастливыми. Так у Майкла появились два новых верных друга, с которыми он мог гулять и играть вместе со всеми другими своими домашними питомцами. Субтитры создавал DimaTorzok